Сергей Качнов. Ольга, добрый день. Подскажите, пожалуйста, реально ли покупать камни у проверенного дилера за границей и перепродавать здесь дороже? Или цены везде одинаковые? Сергей, отвечу на ваш вопрос. Покупать, конечно, ну, понятное дело, это возможно, да, то есть не вижу в этом каких-то сложностей. Единственное, что важно, чтобы дилер не просто был дилер проверенный, а те драгоценные камни, которые он предоставляет, были сертификатами, да, вот это вот немаловажный момент, потому что проверенный дилер часто не гарантирует 100% качества всех его камней, которыми он торгует. Почему? Он сам может не знать, что его, скажем так, он ошибся, да, и такая ситуация мне лично известна, она была не раз, поэтому я просто рекомендую вам не рассматривать, в принципе, покупку без сертификата. Когда есть сертификат признанный международной лабораторией, да, и там вы можете в момент диагностики, там, если обладаете минимальными знаниями, какие-то моменты для себя уяснить, да, как дополнительный диагностический признак, то это, конечно же, большой плюс для вас в копилку, потому что вы, во-первых, уверены в том, что качество камня хорошее, во-вторых, когда вы приедете продавать его, например, здесь, да, вы будете убеждены, что и у вас не будет никаких сомнений, да, что с этим камнем что-то не так, да, что есть какая-то доля сомнений, там, которая гложет, начинает, да, вот эти вот какие-то сомнения, там, муки совести и так далее, здесь у вас этого не будет. Вот, ценообразование везде разное, это зависит не только от логистики, то есть где купил, где продал, очень много факторов, во-первых, факторы оценки драгоценных камней, их там, условно говоря, от 10 и до бесконечности, в зависимости от самого камня, потому что бывают настолько эксклюзивные, уникальные образцы, что все факторы, которые вот для этого, до этого времени были, да, они все ничего не значат, потому что вот такая история, например, впервые встречена в природе, вот, это такой вариант, да, вот. Вот, ну, есть, конечно же, стандартные, скажем так, не стандартные, а, я бы сказала, камни, которые чаще встречаются, да, на мировых рынках, и на них уже, понятно, есть определенный коридор цены. Вот, этот коридор цены может быть как выше в России, так и ниже, да, все зависит от конкретного камня, от региона добычи, ну, еще от тонны различных факторов, да, которые влияют на ценообразование данного камня. Поэтому начинаешь разбираться там, и этот рубин, и тот рубин, да, этот красный, и тот красный, а начинаешь выяснять, а оказывается, этот, например, рубин, условно говоря, с Мьянма, берманский, да, с долины Магог, вот, с сертификатами и так далее, это одна история. А этот, например, рубин мазамбикский, он не хуже, он не является там подделкой и так далее, он тоже природный рубин, тоже с сертификатами и так далее, но разница между ними, можно сказать, там в десятке, а то и более раз. А почему? Регион добычи, потому что долина Магог, Мьянма, это уже бренд, и оттуда выходили самые известные большие рубиновые сокровища, какие только можно представить. Вот, это первый момент. Второй момент, мазамбикские рубины практически не обладают свойством флюоресценции, которая позволяет смотреть на рубины, видеть вот эти вот пылающие огоньки внутри камня, да, это тоже эффект, от которого зависит красота камня, да, которая оценивается. Вот, ну и еще один момент, рубинами пижин блат, да, голубиная кровь изначально принято называть исключительно рубины родом с Мьянмы, с долины Магог, да, то есть, ну, при прочих равных условиях, при совпадении цвета и так далее, насыщенности тона. То есть, я к чему? Я к тому, что огромное количество моментов, которые участвуют в ценообразовании, поэтому далеко не всегда это зависит от логистики и от страны, да, где вы конкретно это продаете. Если вы хотите это продавать, то вам нужно понимать ценообразование, насколько вам выгоднее это здесь продавать. Может быть, вам здесь, например, не так выгодно, а выгодно продавать, например, там, где вы купили это у дилера, потому что там спрос выше, потому что там цена выше на этот камень, да, по каким-то причинам. То есть, такой вариант тоже возможен. Кстати, вы задавались вопросом о том, что качественные драгоценные камни практически не найти в ювелирных магазинах. Остается буквально на удачу и свой страх и риск покупать украшения с ювелирными вставками. Потом уже терзаться вопросами о качестве этих вставок и их стоимости, да и вообще, не переплатили ли вы за это? Думаю, от подобных проблем нужно и можно избавиться раз и навсегда. Согласитесь, если овладеть базовыми гемологическими знаниями, то вам уже будет просто невозможно продать некачественный камень, не говоря уже о подделке. Более того, вы сможете открыть для себя совершенно новый мир великолепных, природных, драгоценных камней. Именно такие базовые знания я предлагаю вам получить, пройдя мой авторский базовый курс по гемологии. Этот курс состоит из 29 лекций, продолжительностью от 40 минут до полутора часов. К курсу я даю в качестве бонуса все 12 записей вебинаров по цветным драгоценным камням, каждый из них продолжительностью от полутора до трех часов. Вся информация проиллюстрирована. Я даю много сводной информации в таблицах, все термины и явления объясняю простым и понятным языком. Если вам интересно, напишите мне на WhatsApp сейчас, и я дам вам всю подробную информацию о содержании курса и условиях его прохождения. Продолжение следует...